Команда пионеров из регионов Брестской области в возрасте от 12 до 14 лет собрались в Брестском государственном областном центре молодежного творчества на интеллектуально-творческую игру «Пионерский квиз», чтобы показать уровень своего интеллекта, логику и смекалку. В этом году игра состоит из шести этапов, каждый из них особенный. Ребята должны ответить не только на каверзные вопросы викторины, но и отыскать ответы в современных мультфильмах и музыкальных композициях. Квиз в этом году уже с сентября месяца шагает по нашей области, поэтому более 15 тысяч ребят, пионеров приняли участие в своих каких-то турах этой замечательной игры. Сегодня у нас находятся регионы, которые расположены рядом с Брестом. Это город Кобрин, Жабинка, Брестский район, конечно же город Брест, у нас 4 команды, Пружаны приехали, Малорита, Каменецкий район, Березовский. То есть сегодня они играют здесь. Завтра состоятся такие же игры в городе Пинске и в городе Барановичи. Задача каждой команды пионеров, а их собралось около 40, успеть ответить правильно на заданный вопрос за 30 секунд. За каждый правильный ответ команда получает баллы, что в дальнейшем увеличивает шансы на победу. Многие участники долго и основательно готовились для того, чтобы получить максимальное количество очков. Наша команда заняла второе место в районе, и я этим горжусь. Готовились мы достаточно долго, было сложно, нам давали много материала, чтобы выучить, и думаю, мы покажем достойный результат. Тема игры областного этапа посвящена спорту, в особенности вторым европейским играм, а также Олимпиадам и знаменитым спортсменам Беларуси. Пионерский квиз – это не только командное соревнование, но и вид интеллектуального отдыха, а еще это отличная возможность найти друзей. Для начала мы посещали школьный кружок «Что, где, когда», и там мы познакомились в нашей команде два мальчика и четыре девочки, и на данный момент мы общаемся, дружим, у нас есть общая тема для разговора, и вместе проводим хорошо время. Вначале мы проходили районную игру, там мы испытали массу положительных эмоций, нам очень понравилась игра, были достойные соперники, но мы победили и сейчас представляем наш район. Команда победителей станет участниками республиканского этапа интеллектуально-творческой игры, который пройдет в Минске 18 февраля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!